добрый день дорогие друзья сегодня хочу вам рассказать об очередном медицинском мифе это о том что свертывая свертывая повышенная свертываемость крови зависит от вязкости крови от того густая кровь или жидкая вот такой бред к сожалению врачи сами того не понимая несут рассказываю что вязкость крови обозначается словом гематокрит гематокрит это количество плотных элементов клеток которые находятся в крови к жидкости крови это то есть вязкость крови по сути дела означает со своим гематокрит гематокрит величина очень-очень постоянна почему элементарно просто потому что если кровь будет слишком жидко то тогда не будет ведь задача крови приносить питательные вещества и кислорода если она будет слишком жидко и будет недостаточно принын не принос питательных веществ и кислорода в ткани если она будет слишком густой вот то она просто туда во в ткани вообще не попадет почему потому что существует такая вещь помните как поверхностное натяжение у любой жидкости существует поверхностное натяжение когда чем более вязкая жидкость тем соответственно выше этаповы поверхностное натяжение а капилляры у нас очень маленькие сосудики и отдают отдает кровь свои полезные питательные вещества и кислород именно в капиллярах вот соответственно если она не будет не сможет попадать в капилляр то тогда она и не сможет выполнять свои функции тогда мы просто помрем поэтому по этой простой формы гематокрит это очень-очень постоянная величина которая может колебаться в очень-очень незначительных пределах но когда у нас берут кровь на вас прокалывают кровь и смотрит время свертывания свертываемости крови и если кровь сворачивается быстро то говорят о какая у вас густая вязкая кровь а если она долго не сворачивается о какая у вас жидкая кровь так вот на самом деле свертываемость крови никакого отношения густоте к вязкости гематокрита не имеет объясняю почему потому что свертывается кровь только в одной единственном в одном единственном случае в одной ситуации когда повреждается стенка сосудов когда берут у вас кровь как раз у вас повреждают стенку сосудов что при этом происходит а при этом факторы свертывания крови попадают в кровь а факторы свертывания крови находится только исключительно в сосудистой стенки. Внутри нету. И тромб образуется только тогда, когда в кровь попадают факторы свертывания крови. Без их попадания кровь может стоять сколько угодно. Количество тромбоцитов у вас может быть там зашкаливать сколько угодно, но кровь никогда не свернется. Почему? Потому что провоцирует и вызывает процесс свертывания крови только факторы свертывания крови. А они находятся в сосудистой стенке. И единственный вариант свертывания крови это повреждение сосудистой стенки. Без повреждения сосудистой стенки свертываемости крови никогда в жизни не будет. Кровь может стоять неподвижно годами в сосуде и не сворачиваться, если не будет повреждена сосудистая стенка. Почему? А потому что свертываемость крови, свертывание крови и тромбообразование это защитная реакция нашего тела на то, чтобы мы не истекли кровью при повреждении каких-то сосудов. Понимаете, смысл в чем? То есть раз повреждение повредился сосуд, значит тогда в нем в стенке факторы свертывания крови, они выходят в кровь и вызывают процесс тромбообразования, свертывание крови. Вот как все устроено. Наши к сожалению доблестные даже врачи-лаборанты связывают вязкость крови гематокрит и свертываемость крови. Они совсем забыли то, чему их учили на втором курсе про физиологию крови, каким образом вообще все это происходит и начинают рассказывать вам сказки про вязкую кровь и то, что у вас это грозит тромбообразованием. Фиг вам, ничем это не грозит и никакого отношения тромбообразования к вязкости крови не имеет. Тромбообразование может происходить только тогда, когда повреждается сосудистая стенка. Других вариантов нет. Поэтому самым простейшим способом поддержать, то есть предупредить свертывание крови является поддержание своих сосудов в хорошем нормальном состоянии. Вот дорогие друзья как развенчали мы миф про свертываемость крови и вязкость крови. Совершенно разные процессы никакого отношения один к другому не имеет. Благодарю вас. Всего доброго.